Всем привет! И сегодня у нас будет обзор моих покупок с Wildberries. У меня очень давно не было распаковок. Вы не представляете, как долго я по ним скучала. Я, конечно, довольно частый посетитель всяких этих озонов Wildberries. Но обычно я заказываю какую-то одну важную вещь. И потом проходит неделя, может даже две. И я заказываю еще раз. И, как вы понимаете, на видео это не собирается. Но сейчас у нас есть с вами очень интересный повод. Барабанная тропка. Я лечу в отпуск. Я, естественно, все расскажу. Но пока что в этом видео будут уже какие-то покупки. Ну, первое, давайте начнем с чего-то более актуального осеннего. Я заказала черный облегающий лонгслив с длинными рукавами. И сам он тоже не укороченный. Я решила купить кофту с чуть более широким вырезом, чем обычно. Если его даже сравнивать с моей футболкой. Потому что таких у меня в гардеробе еще, в принципе, и нет. А сустав будет как бы... Меня, естественно, привлекает вещах, когда у них хорошее качество. Это 100% хлопок. Возможно, будет такое, что она со временем будет как-то немножко растягиваться. Ну... Но я уже как-то привыкла и смирилась с тем, что вещи недолговечные. Размер у меня самый маленький. И в рукавах она, конечно, к сожалению, меня не облегает. Но зато, наверное, будет более комфортно в ней. Ставлю лайк еще и за цену. Следующая уже более летняя покупка. Но хочу сказать, что сейчас в разгар осени гораздо выгоднее покупать какие-то вещи на лето. Если, например, у вас было что-то в виш-листе. И вы так не смогли это купить летом. То сейчас можно это сделать по хорошим скидкам. У меня здесь красное платье, как футболка. Оно немножко расклешенное. По качеству у него тоже есть в составе хлопок. Но, честно, когда его трогаешь, как будто немножко начинают цепляться ногти. Это не совсем приятно. Здесь в подарок еще положили резинку. На каждой стороне у платья есть по три петелечки. И так вот с этими завязками можно утянуть его и сделать прям талию. Так, если вы прям быстро ищете какой-то недорогой вариант, то могу посоветовать вам это платье. Далее давайте посмотрим одну необычную вещь. Это не надувной круг, но что-то вроде матраса. Привет! С каждой стороны есть такая вот надувная часть. И между ними довольно длинная сетка. Это бюджетный вариант надувного большого матраса. На нем можно как и лежать, так и сидеть тоже. По удобству он, наверное, будет уступать. Но, учитывая то, что его не надо долго надувать, он занимает мало места в сложенном виде, то я решила попробовать его взять. Если он не будет сдуваться, то значит у меня не бракованный. И пахнет он, кстати, очень хорошо, как новые обложки для тетради. У меня прям сразу флешбеки моего 1 сентября каждого года. Когда я ходила в книжный, покупала там новые обложки для тетради и книг. Это прям вот этот запах, я его просто обожаю. Обязательно во влогах мы его потом будем с вами и тестировать даже. Продолжим такую морскую тематику. Не знаю зачем, мне захотелось еще и заказать просто обычный мячик, чтобы возможность с ним поиграть. И чтобы вы понимали, чтобы снять эту распаковку, этот мяч даже не проверяла в пункте выдачи. И мне страшно, что он просто пришел с дыркой, а я его забрала. Он уже, к сожалению, так вкусно вообще не пахнет. По размерам неплохой, я его обязательно тоже надую. Покупала я его за 178 рублей, поэтому, наверное, не так будет жалко, если не дай бог с ним что-то случится. Окей, мы с вами движемся дальше. Не знаю, показывать это вообще или нет, потому что это обычная белая длинная футболка и при том облекающая. Примерно так, в которой я сижу сейчас, только базовая белая. Вот не поверите, но у меня такой нет. У меня есть укороченные, у меня есть майки, а вот обычной футболки нет. Она точно такая же по материалу, как черный лонгслив, самый первый. Хорошая. Теперь у нас уже будут больше бьюти-покупки. Я хочу вам показать целую коробку воска, которую я себе заказала для депиляции. Год назад я впервые купила себе тоже на Валберес набор с воскоплавом, и там было три пакетика воска по 100 грамм. В этот раз я заказала целый килограмм, потому что вот те три пачки я израсходовала за год. Но если быть более объективной, я не использовала их прям целый год, потому что в одиннадцатом классе вот этот вот весь учебный год я вообще за собой не следила. Вот правда вам скажу. Я выглядела, мягко говоря, плохо. И мне было как-то вообще без разницы на это. Просто разные-разные цвета, есть даже черный воск. Ну, вроде бы удивляться не стоит, что вот там такого, но я его, честно, никогда не видела, чтобы таким цветом кто-то пользовался. Обычно розовый, желтый, фиолетовый. Вот оно, я купила наконец-то консилер. Как только я закончу снимать это видео, я его обязательно протестирую и нанесу на свое лицо. Пахнет вкусно. Хотя вам кажется, что он прям такой светлый, на руке он более теплый. Надеюсь, он будет плотнее, чем бибикрем. Еще одна косметика. Я заказала тушь от Artvisage Chicago. Довольно долго смотрела отзывы, даже смотрела обзоры на ютубе, какую же мне тушь выбрать, если я хочу вот такой вот объем. Конечно, это все индивидуально. Если кому-то палашо, мне это может не подойти, но будем надеяться, что все будет нормально. Если кому-то важно, то тут такая вот кисточка. Я, в принципе, на это внимание особо не обращаю. Главное, чтобы потом ресницы были красивыми. Раньше, конечно, я вообще очень скептически относилась к любой туши, потому что я всегда тру глаза, и потом я выгляжу как панда. Еще одна вещь с Artvis, которую я как бы вам показываю уже во влоге, но мне кажется, что многие не видели, это купальник за 326 рублей. Я была уверена, что куплю какой-то спокойный цвет. И такой синий заказала просто из-за цены. Мне было интересно посмотреть, что мне придет. Примерив его, я поняла, что этот цвет мне к лицу, и не смогла уже просто пройти мимо него. Это были все мои покупки с Valberis. Буквально вчера я купила еще себе новые джинсы, которые тоже хочу вам показать. Они из торгового центра, но который больше выглядит как рынок. Это широкие черные джинсы. Я не планировала покупать черные, я хотела какие-то синие. Но когда я их примерила, я поняла, что они сидят хорошо. Не нужно подкорачивать длину, как это часто бывает. Не нужно ушивать их в талии. Джинсы лишними не будут, особенно когда у меня нет черных. У меня есть такие темно-серые, ближе к черным. Но все равно они совершенно другие. И причем те у меня немножко жмут в талии. Замена, кажется, уже здесь. Ну а на этом теперь точно было все. Напишите в комментариях, что вам из этого видео понравилось. Ссылки на вещи я постараюсь все оставить в комментариях. Но не просто постараюсь, а оставлю. Это мне намек на монтаже, окей? Ну а с вами был ваш Антоняшка и всем пока-пока!